Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что к нам присоединился, всем доброго времени суток. Подпитаем свою душу, потому что если у нас душа будет не истощённая, то и физическое тело будет сильное. Итак, глава 19, притчи Соломона, великого царя, сына Давидова, которому Господь открыл мудрости и передал нам. Давайте получим их. Что же хотел Господь передать нам через Соломона? Глава 19. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и при том глупый. Нехорошо душе без знания и торопливой ногами оступиться. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасётся. Многие заискивают у знатных и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить. Ну и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Гнев царя, как рёв льва, и благоволение его, как роса на траву. Глупый сын сокрушение для отца своего, а сварливая жена – сточная труба. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и Бог воздаст ему за благодеяние его. Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придётся тебе ещё больше наказывать его. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определённое Господом. Радость человеку – благотворительность его. И бедный человек лучше, нежели лживый. Страх Господень ведёт к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести её до рта своего. Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным, и если обличишь разумного, то он поймёт наставление. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный. Перестань, сын мой, слушать внушения об уклонении от изречений разума. Лукавый свидетель издевается над судом, и уста беззаконных глотают неправду. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Это была глава 19 притчи Соломона, великого царя, сына Давидова. Именно через этого царя были открыты нам Богом Божьи мудрости. А я люблю вас, и пусть благословит вас Господь обильно во всех сферах жизни, ваших родных и близких. Пусть дарует Господь Бог вам здоровья, радости, здоровья физического, здоровья духовного и ментального здоровья пусть дарует вам Господь.